МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Ирина Рудакова, сосудистый хирург, флеболог клиники «Неармедик». Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. К сожалению, варикоз на сегодняшний день – это та проблема, с которой сегодня часто сталкиваются как мужчины, так и женщины. Скажите, пожалуйста, какие первые признаки этого заболевания, такие первые звоночки, на которые нужно обращать внимание и с первых дней начинать борьбу с этим заболеванием? Да, вы правы. Варикоз поражает как мужчин, так и женщин. Так было всегда и так есть сейчас. Просто женщины, наверное, более внимательны к своему здоровью, к своему внешнему виду чаще. Поэтому раньше обращаются к специалисту с данной проблемой. А главную роль в формировании варикозного расширения подкожных вен играет генетика. Поэтому если у ваших родственников по прямой линии, родителей, бабушек, дедушек, когда-либо вы замечали варикозное расширение вен, у них были проблемы с венами нижних конечностей, конечно, этому стоит уделить внимание, потому что вы прямой наследователь этого гена. Конечно, помимо генетического фактора играет роль и другие. Здоровый образ жизни, отсутствие вредных привычек, отсутствие лишнего веса скажутся положительно на состоянии ваших ног. Но, помимо всего прочего, женский пол предрасполагает к формированию варикозного расширения больше, так как женские половые гормоны способствуют расширению вен нижних конечностей. Кроме того, перенесённые беременности – одна, две, и тем более, если их было больше у женщины, они, конечно, дадут о себе знать, и пациент может заметить первые признаки, которыми будут тяжесть в ногах, утомляемость ног, может появиться первая отёчность в ногах, особенно к вечеру, после рабочего дня, после долгой прогулки, когда вы были весь день на ногах, вы можете заметить, что где-то обувь перестала подходить вам по размеру. Вот это самый первый звоночек, с которыми чаще всего сталкиваются наши пациенты, и если они достаточно внимательны в плане своего здоровья, то, конечно, они вовремя обращаются к сосудистому хирургу, к врачу-флебологу. Помимо этого, вы можете заметить первые варикозно-расширенные вены на ногах. Они могут быть мелкими, так называемые телеангиоктазии, или звёздочки, как их принято называть, или более крупные, такие варикозно-расширенные вены. Если вот эти какие-то из перечисленных признаков уже есть, конечно, лучше вовремя проконсультироваться со специалистом. На сегодняшний день очень много различных мазей, гелей, таблеток, которые рекламируют, и мы очень часто занимаемся самолечением. Послушали, прочитали инструкцию, решили, что да, у нас варикоз, да, мы будем мазаться, мы будем пить таблетки, к врачу не пойдём. Вот насколько это правильно или неправильно, и насколько действительно специалист поможет грамотно подобрать и, может быть, какие-то другие методики предложит? Вы знаете, на приёме, беседуя с пациентами, я очень часто встречаюсь с тем, что они долгое время занимались самолечением, использовали многочисленный спектр сейчас предлагаемых в аптеке препаратов, и тем не менее эффекта они при этом не увидели. Это говорит о том, что мало выбрать правильный препарат, надо знать, как его применять, и нужен ли он вам. Это не касается только именно варикозного расширения вены или патологии вен, это, в принципе, касается любого заболевания по большому счёту. Поэтому грамотная консультация специалиста в данном вопросе, правильный план профилактики заболевания, грамотное лечение, консервативное или уже какое-то вмешательство, конечно, это правильный подход к своему здоровью. Я думаю, что заниматься самолечением категорически не стоит. А вот в принципе варикозное расширение вен, оно лечится? Можно ли от этого избавиться насовсем? К сожалению, нет. На данном этапе варикозное расширение подкожных вен – это хроническое заболевание, поэтому полностью на 100% избавить вас от данного заболевания не получится. Этого не умеют ни в нашей стране, ни в другой любой стране мира, пока учёные не нашли решение данного вопроса. Но, тем не менее, эффективно бороться с варикозным расширением как с эстетической проблемой и эффективно предотвращать осложнение данного заболевания мы уже умеем. Наверняка не только мазями и таблетками. Какие современные есть способы лечения варикоза? Методы лечения варикозного расширения делятся условно на консервативные и оперативные, хирургические. К консервативным, да, действительно можно отнести применение мазей, таблеток, но в первую очередь это ношение компрессионного трикотажа, опять же, правильно подобранного в соответствии с вашим заболеванием. Второй метод лечения – это уже хирургическое вмешательство того или иного характера. Промежуточным между этими методиками является на данный момент весьма популярная, хорошо уже развитая в нашей стране склеротерапия. Это метод введения специального препарата в варикозно-расширенные вены, который помогает нам остановить течение варикоза, не прибегая к оперативному вмешательству. Ну и, кроме того, добиться хорошего эстетического эффекта, если таковой необходим. В клинике Неар-Медик из перечисленных вами процедур что-то предлагается? Да, конечно. В клинике мы полный спектр предлагаем лечение и обследование пациентов с варикозным расширением подкожных вен. Вначале, конечно, начинается всё с обследования. Это не только приёмы, визуальный осмотр, но и ультразвуковое исследование вен нижних конечностей. Без этого грамотное лечение невозможно. На данный момент это такой своеобразный золотой стандарт диагностики. После поставленного диагноза предлагаются пациенту консервативные методы лечения, в которые мы можем внести как таблетированные препараты, компрессионный трикотаж, так и пневмокомпрессию, которая также есть в нашей клинике, склеротерапию, которую я уже упоминала. И если необходимо оперативное лечение, конечно, все современные методы мы можем предложить пациенту в полном объёме. Скажите, если заболевание уже есть, оно в достаточно запущенной, если можно так сказать, стадии, здесь врач сможет каким-то образом улучшить состояние пациента? Или если болезнь запущена, то лучше уже не станет? Конечно, мы можем улучшить хотя бы тем, что мы предотвратим осложнение варикозного вращения вен, потому что нас, как врачей, в первую очередь интересует не только эстетическая картина, то, что не нравится пациенту на его взгляд. Нас больше интересуют возможные осложнения, такие как тромбоз вен нижних конечностей и формирование трофической язвы. Вот как раз к запущенным вариантам варикозного расширения относятся развитие трофической язвы или её уже предпосылки. Это гиперпигментация кожи, её уплотнение. Естественно, этим пациентам рекомендовано не откладывать оперативное лечение. Все варикозно расширенные вены должны быть удалены. Таким образом, мы предотвратим дальнейшее прогрессирование данного процесса. Если язва трофическая уже существует у пациента, то как её основной компонент лечения нужны как раз не мази и таблетки, а грамотное оперативное вмешательство. А вот что касается сосудистых звёздочек, это как считать, первый признак варикоза или это нечто отдельное? Можно ли просто убрать звёздочку, не обращая внимания на остальные вены, если всё в порядке? Что касаемо телеангектазии или звёздочек, как их принято называть среди пациентов, вопрос спорный. Это может быть как первый признак начинающегося варикозного расширения вен, так и может быть отдельная группа, называемая флебопатии. Они могут развиваться на фоне приёма гормональных препаратов, на фоне беременности, когда гормональный фон, естественно, меняется. Если мы говорим о флебопатии, то сосудистую звёздочку мы можем убрать путём склеротерапии и тем самым вернуть практически здоровье пациенту. Если это всё-таки возникает звёздочка без каких-либо предшествующих приём препаратов или гормональных всплесков, тогда всё-таки грамотнее считать, что это начало варикозного расширения вен. Таких пациентов мы, безусловно, наблюдаем. Даже после склеротерапии данной телеангиоктазии мы рекомендаем посещение врача-флеболого-сосудистого хирурга с ультразвуковым исследованием вен нижних конечностей один раз в год. Ну вот мы с вами вроде пришли к выводу, ну вы так сказали, да, что по большей части это генетическая болезнь, и тем не менее всех женщин, наверное, интересует. Высокий каблук. Каким образом может ли он быть причиной варикозного расширения вен? Или он только усугубляет то, что мы уже имеем? Конечно, высокие каблуки мы, как врачи, должны вам запретить. По той простой причине, что в кровообращении нижних конечностей и, в частности, в правильном отведении крови по венам большую роль играет икроножная мышца. Она, как своеобразный насос, как помпа, помогает эту кровь лишнюю изгонять. Когда женщина находится на высоком каблуке, икроножная мышца зафиксирована, ее движения нет. Поэтому это является патологичным и может стать причиной формирования варикозного расширения вен даже без особых генетических предпосылок. И все равно какой высоты каблук? В частности, в вопросах флебологии высота каблука как такового никогда не обсуждалась. Но могу вам сказать, что другие специалисты, например, в ортопедии, которые озабочены больше суставами стопы, развитием плоскостопия, которая уже тоже как пандемия среди нашего населения, они рекомендуют высоту каблука соблюсти в пределах 4-5 сантиметров. Плоская подошва тоже не рекомендуется. Существует ли то, чего категорически нельзя людям с варикозным расширением вены? Многие ходят в тренажёрные залы, да, дают нагрузку. Как это грамотно нужно делать? Смотря какая стадия варикоза у данного конкретного пациента, опять же, это обсуждается на приёме у специалиста. Если варикоз уже в достаточно запущенных стадиях, мы не рекомендуем длительные статические нагрузки. То есть это подъём тяжести в положении без движения. Все кардио-тренировки, сопровождающиеся движением, как раз-таки мы непрепятствуемы. Мы очень потворствуем занятию плаванием у пациентов. Это как раз снимает нагрузку лишнюю с нижних конечностей. Что касаемо образа жизни, то мы рекомендуем избегать пациентам с варикозным расширением вен, приёмы горячих ванн, посещение бани и сауны. Это поможет избежать прогрессирования процесса и развития осложнений варикозного расширения вен. Существуют рекомендации и по питанию, и по физическим нагрузкам специальные комплексы упражнений, которые помогают разгрузить ножки. Поэтому во время консультации специалист это всё обязательно должен обговорить и рассказать, как правильно себя вести. И пациенту, у которого уже есть варикозное расширение вен, и тому, который обратился только с целью профилактики развития данного заболевания. Ну что ж, Ирина, большое спасибо. Я думаю, вывод можно сделать только один, что всё-таки лучше обращаться к специалистам. Но я напомню, у нас в гостях была Ирина Рудакова, сосудистый хирург, флеболог, клиники НЕАРМЕДИК. Ну а на этом мы нашу программу заканчиваем. Желаем вам в первую очередь здоровья. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова